Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, добрый день. Вахаднение в супрацовнестве с китайской провинцией Тяньсу подписано сёне у открытым акционерным товарыстве «Спартак». В середине соковика УКНР отправится первая парта солодкой продукции Гомельского предприемства. Коля 150 наимене у цукерок, пячене и вафля, а это коля 10-15 тонн трапят у китайские крамы на початку мая. Летность на «Спартаку» выробили коля 25 миллионов килограммов продукции. 85% засталося на белорусским рынку, остатние отправили на экспорт. Сегодня прессмаки под брендом «Спартак» продаются у крамах 25 краин света. Зараз сирот новых партнеров и Китайская Народная Республика. Для гомельского предприемства это не только по ширине географии продажу, а и стабильные и выгодные умовы гандлю со стопроцентной передоплатой и разликом не в долларах, а в юанях. «Спартак» станет первым из белорусских харчовых предприемств, которое будет принимать оплату в этой валюте. Белорусские продукты у провинции Цяньсу еще не спробовали. Але по мерковании китайских гостей, кошт, якость и смак гомельских солодостей удакладно сподобается же харам Поднебесной. Мы выбрали печенье, шоколад, вафли и так далее. Они все очень вкусные. На сегодняшний день Китай для нас очень интересный рынок, потому что мы представляем его емкость, мы представляем его достаточно неплохую платежеспособность. И тот весь ассортимент, который на предприятии вырабатывается, он сегодня достаточно хорошо продается другими производителями, и российскими, и украинскими, и европейскими, и американскими на этом рынке. У Чачерску работники коммунальных службов збирают у мясовых же хоров другасную сыровину, а сумму за ее включают у жировку, что дозволяя не адренне экономить. Схема, по которой это отбывается, просто и зручная. У одним месяце, например, приняли сыровину, а у наступным – одниму тее кошт от суммы за коммунальные послуги. Пластык, битая шклоем акулатурам. То, что ранее у Валеры отправлялась на сметник, цеперда помогает экономить. Суммы у квитанциях за послуги жилево-коммунальной господарки у разы меньшая, а дома – шестей. Причим, коммунальники сами приезжают. Узручный для его час. Когда удобно позвонил, они не вопрос, никогда не отказывают, сюда приезжают. Сумма возврата у нас получается за воду. Вода, в принципе, помещична, нам перекрывается. Одинный, до чего было складано привыкнуть – это сортировать смет, цепердится Валеры Басараб. А теперь у гэтым стали знаходить плюсы. Парадок повинен быть усюды. Асабливого – уласным доме. При гэтым девиз – позбався от сметти и оплатить коммуналку. Чачерску становится все больше популярным. По таким принципам, в минулом году коммунальники заключили амаль по сотне договоров. С початку гэтого года ясно 20. Люди, в конце концов, начинают узнавать, что мусор можно в дальнейшем использовать, перерабатывать. Мы формируем у населения то, что сегодня можно, не затрачивая определенные большие трудозатраты, можно выбирать этот мусор. И второе – то, что этим можно возмещать коммунальные услуги. Специалисты подлечили. В среднем месяце у обычной семьи назапашивается, прикладно, 30 кг бытового смеття. В грошовом эквиваленте такой суммы целиком хапает, чтобы оплатить семьи выдатки на воду. Усяго за год эксперименту в Чачерску приняли от населения амаль 140 тонн другосной сыровины. Это амаль в два раза больше, чем у попередни. Максим Савин, Ольга Холодович, телерадиокомпания «Гомель» – преподтримцы агентства теленавинов. Промога эфиру «77-68-45». Протягиваем выпуск. Телерадиокомпания «Гомель» суместно с управлением адукацией гомельского облаканкама проводит телевизийный конкурс ведущих детячих передач «Юная телезорка». На минулых выходных отбылся первый кастинг проекта. Усе подробностей в материале Светланы Князевой. «Юная телезорка» – проект, правда, масштабный. Под час его реализации из дымочной бригады телерадиокомпании «Гомель» доведется побывать в каждом районе нашей области и областного центра. Мета – отшукать сталиновитых юнаков и девчат 10-15 годов, які станут ведущими детячей передачи в новом телевизийном сезоне. Первый кастинг отбылся на минулых выходных. Он пройшел на базе Гомельской средней школы номер один. Члены журы оценивали артистизм, узровень выканавчего мастерства, умение импровизовать, ширость, фотогеничность и дыкцию школьников Новобелецкого района Гомеля. Первый тур конкурса уявляет собой кастинг, які продуглеживая рассказ удельников про себе, демонстрацию творчих здольностей. Удельники повинны быть готовы до виконання верша, урылка прозы, тексту новинок, отказа на питанье членов журы. Очень симпатичная есть парочка девочек, которые очень естественны, не такие неделанные, неприготовленные. Мне не всегда нравится культура одежды. Не продумывается совершенно, что в балетках не выходят на сцену ведущие. Увесь напал эмоций, назяраўся за кулисами. А пошние штрихи у подрыхтовцы в образов, да помога один одному – групповое читание скороговорок. Сдаётся, удельники продумали усё и подрыхтовалися як след. Ну, мы сюда пришли для победы, я считаю, сделали для этого всё необходимое. Ну, а там уже жюри пускай принимает решение. В любом случае, с собой мы доволены. Члены журы означали цікавые образы юных конкурсантов, неподробные эмоции и живый интерес до выконания роли ведучего дитяча передачи. Сирот тых, кто с долю узвернуть на себе увагу – 10-годовая Валентина Грамыка. Дзевчинка займаётся танцами, вокалом и плаваннем. А как ты считаешь, какой должна быть ведущая детской передачи? Конечно же, весёлый, добрый и отзывчивый. Други кастинг-проекта отбудется пятого саковика в Гомельской средней школе номер 25. На него чекаются наученцы школ у сего челуночного района Гомеля. Светлана Князева, Дмитрий Радянко, Телерадо, компанию «Гомель». Как правильно подобрать весельный убор, прическу и макияж? Знайсти профессионального фотографа, ведущего и декоратора? На это и многие другие вопросы, которые хвалуются подчас подрыхтовки доучистости, можно было отримать отказы на другой региональной специализованной выставе «Весельный Гомель-2016». О модных тенденциях этой индустрии разбиралась Вероника Ворошилина. Подрыхтовка до веселья безумовно процесс радостный и не забыл на льен патрабуя немалых сил и часу. Как полегчить эти бесконцы и пушики, стумные поездки и сустречи, аголовное продемонстровать самый широкий пиролик отповедных товаров и послух. Одразу в одном месте была организована другая региональная специализованная выстава «Весельный Гомель-2016». В прошлом году был очень замечательный старт, и в этом году логическое продолжение на том же уровне, с таким же большим посещением наших уважаемых горожан и гостей нашего города. Ну и, естественно, с радостью экспонентов, которые предоставляют услуги, товары, все, что касается свадьбы. Выстава объеднала представников весельных салонов и агентств, кондитерских майстернях, а так самолепших ведущих, фотографов, декораторов, визажистов и инших специалистов индустрии. Усеяные мкнулись и допомогти наведовальникам отказать наголовное питание, как наименьш затратно и наибольшеведовищно организовать свою идеальную рачистость. Знайомили присутных за пошними тенденциями весельной моды и давали им слушные парады. Свадебная фотосъемка – это такая работа в команде, должны работать все, и молодые, и фотографы. Заранее все оговаривается, все детали, вплоть до того, какого цвета должен быть галстук, чтобы он лучше выходил на фотографии. Зараз молодые пары у Сюшастей отдают перевагу выездным фотосессиям. Их мкнутся организовать в привожем малявничем месте, якое дозволит левше адлюстровать на здымках пяшчотные эмоции. Выездные регистрации так само не губляют свою актуальность. Одным из самых отказных моментов у их организации изъявляется оформление. У Сюшастей заказчики керуются принципом «просто и с густом». За выходом от всего штучного и ставкой на натуральное. Сейчас в тренд входят натуральные материалы, дерево, живые цветы, лен. Все должно быть очень легким, воздушным. Мероприемство сопроводжалось арт-показами святочных уборов, майстер-классами по створению в образовании въезд, интересными розыгрышами, конкурсами и творческими музыкальными выступлениями. Выстава «Весельный Гомель-2016» – зараз мой региональный статус. Однако, глядя на ее масштабность, запотребованность и интересность сбоку жихоров, организаторы мают намер в будущем поступово поширать ее межи. «Я думаю, что для того, чтобы встать на ноги, нам третьего раза хватит, и потом обязательно мы будем завоевывать уже в целом Беларусь. Город Гомель всегда был, может, негласной, но все-таки культурной столицей нашей республики, и мы обязательно наш свадебный мир сюда подтянем». Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Эфир телерадиокомпании «Гомель» на телеканале «Беларусь-3» сегодня начнется у 18.01.30 хвилин. У программе проекты «Людзі Міру», «Чалавек Года» и ток-шоу «Пушкина 8». Гэтая и іншая программа, так само информационные выпуски, вы можете знайсти на нашем сайте www.tv.org.by. На гэтым пакулюсьо, в студии працывала Наталья Гнатенко. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин